Это вот я когда уходил на пенсию, мне товарищи по работе наделали вот таких фотографий на память, чтобы я не забывал. Павел Васильевич Бородинов пришел на картонно-бумажное производство в 1964 году, сразу после окончания школы. На комбинате на древесном биржевом производстве уже тогда работала его мама Бородинова Нина Тиховна. Старательная и ответственная женщина. Она отдала производству 20 трудовых лет. Мама, вот. Это у них или планерка, что-то там не знаю. А Павел Васильевич работал в бумажном цехе на второй бумагоделательной машине. Трудился сначала сушильщиком, потом старшим машинистом. На промплощадке комбината в бумажном цехе Павел Васильевич встретил свою будущую супругу Зою Васильевну. Она работала на продольно-резательном станке. Познакомились. И в итоге у нас образовалась в 1971 году семья. Если бы я не пришла, может, на комбинат, так и не встретились. А тут вот как-то само собой все получилось. Работали это сама в одной смене. Там на субботники ходили. Так и трудились супруги Бородиновы вместе на бумажной фабрике. Зоя Васильевна отработала 37 лет, Павел Васильевич – 43 с половиной. Оба давно на пенсии. Но связь их семьи с картонно-бумажным производством продолжается. Сейчас на КБП работает их сын Андрей Бородинов. Он машинист на КДМ-4. После службы армии отец помог устроиться. Только не в бумажный цех, картонно-бумажного производства, а в картонный цех. Сначала сушильщиком, потом машинистом стал работать. И вот уже как 27 лет работаю все в картонном цехе, картонно-бумажного производства. Все-таки, да, родители столько лет отработали, и мне надо как-то это держать марку. Супруга Андрея Бородинова Оксана тоже работает на комбинате в ЦНЛК. Она лаборант химанализа участка номер 5. А их старшая дочь Анастасия – кладовщик на складе готовой продукции ПСБЦ и ПБ. Не так давно девушка вышла замуж. Встретились влюбленные на промплощадке комбината. Мой муж Андрей работает на комбинате в бумажном цехе на печатных бумагах. Мы познакомились на территории комбината, где, собственно, работаем. Так что, можно сказать, комбинат поспособствовал созданию нашей семьи. У старших супругов Бородиновых есть еще дочь Татьяна. Она работает преподавателем вуза. А вот ее супруг Игорь Экономов – работник картонно-бумажного производства. Устроиться на комбинат помог будущий тесть. Папа моей жены был на тот момент уже уважаемым человеком, ценным работником. Ну и я думаю, будет не секретом, что он помог мне в свое время устроиться именно на картонно-бумажное производство, на вторую бумагоделательную машину, где я отработал достаточно долго, до того момента, как стал сменным мастером в бумажном цехе. Павел Васильевич Бородинов показывает свою главную награду – знак «Почетный работник лесной промышленности». Он был вручен ему за весомый вклад в развитие производства, повышение его эффективности и качество выпускаемой продукции. Почетный работник лесной промышленности. Теперь эта награда – достояние всей семьи Бородиновых. И они с улыбкой называют себя «династией бумажников», поскольку именно картонно-бумажное производство способствовало становлению этой семьи и преемственности поколений. Общий трудовой стаж династии Бородиновых на комбинате в Коряжме – 161 год.